Ещё раз всех приветствую! Ну что ж, сегодня я расскажу вам про топ-5 типичных ошибок, которые совершают гитаристы при игре на гитарах с машинками. Причём они могут даже рычаг не использовать, но, тем не менее, эти ошибки допускают, и это в итоге фатально влияет на общее звучание. Эта статистика собрана за долгие годы работы с учениками, ну и плюс по всяким там форумам, по общим вопросам, по контакту, по ютюбу, становится понятно, что люди эти ошибки допускают. Ну всё, погнали! Итак, первый косяк это когда человек пытается сделать унисонные бенды на гитаре с включённой машинкой. Я думаю, что, ну, не нужно много ума, чтобы понимать, что если, допустим, мы сыграли, ну пусть будет шестую струну, и начинаем тянуть вторую, то шестая у нас уедет. У меня на гитаре стоит трэмсеттер, но всё равно на такое усилие он, конечно, не помогает. Поэтому то же самое происходит, допустим, с унисонным бендом. Берём бенд от ноты ре, и мы можем в итоге попасть, но получается нота будет уже неправильная, потому что у нас реферсная нота тоже будет, естественно, сползать. Вот она понижается, и в итоге, естественно, происходит крах. Поэтому все вертушки вот такого типа, или такого, они сразу под запретом на гитаре с лодингом. То есть вы можете использовать их в качестве примера, показать, типа, вот такая вертушка, но, естественно, записывать их или исполнять на публику на концерте не надо, потому что это будет, естественно, звучать фальшиво. Сюда же можно отнести всякие фишки, которые любит Рича Коцин, типа... То есть, естественно, тоже все уплывает, расползается. Допустим, нужно попасть в терцию, здесь чуть-чуть октаву. И у нас просто уезжает целевая нота. Или, допустим, вначале унисон. Попасть с него можно, но получается эта нота тоже, естественно, уедет. Ну и подобные штуки, типа... Тоже, естественно, все, как бы, будет неправильно, фальшиво и так далее. Естественно, такое можно исполнить кое-как, там, допустим, когда какой-то пьяный угар, там, барабаны, молчат вокалорит, никто ничего не понимает, просто месяцы и так далее. Но если, допустим, студийка или какой-то, не знаю, там, клип, плейтру и прочие вещи, то, конечно, такого допускать нельзя. Поэтому такие вещи играются строго на гитарах, на которых Floyd или заблокирован полностью, или очень тугие пружины, и получается, как бы, натяжение струн этих вот от бендов не хватит, чтобы с места сдвигать. Следующая проблема, это чрезмерное давление на Floyd, то есть часто бывают новички, когда играют, думают, что они сейчас надавят, и будет все мега-зло, но в итоге, получается, все уезжает, и на выходе просто обычный атональник. То есть, естественно, нужно, когда мы играем, допустим, там, тоже самое палмюк, давление, вот такого не оказывает. То есть то, что вы давите, от этого злее ничего не станет, то есть злее станет только именно от резкости броска. Это решает, как бы, злость. И самообщее звучание, то есть попадание в барабаны, частота звука, это будет зло. А то, что вы там будете давить, как это курица на яйца, это абсолютно бессмысленно. Третий косяк, он немножко схож с предыдущим, но он уже касается не вертикального давления, а горизонтально неправильно расположенной руки. Причем это касается не только Floyd Rose, но и таких машинок, на которых нет ярко выраженного какого-то перехода. То есть, допустим, когда у вас стратокастер, и там вот эти вот болтики вкрученные, то вы их чувствуете. А, допустим, на Floyd такой яркой границы нету. Поэтому часто бывает народ косячит, и вместо того, чтобы нормально глушить струну, допустим, играя, я не знаю, пусть будет вторую струну, и ребром глушить все остальные. Человек понимает, что он на чем-то лежит, но это что-то, это не струна, а машинка. И в итоге человек, допустим, мне заявляет, типа, смотри, я же все глушу, почему так, что за проблема? А я говорю, слушай, ты как бы лежишь на железке, да, а на какой, на струнах или на машинке? Вот, то есть, или тот же самый palm-mute, допустим, я говорю, сыграй с palm-mute, человек играет, я говорю, это не palm-mute, он такой, ну, я же глушу, я же на чем-то лежу. Я говорю, ну, ты посмотри сюда, вот пошел palm-mute. Поэтому, естественно, когда у вас машинка такого типа, когда нет четкой границы, нужно просто навостриться и конкретной гитаре привыкать, и понимать, где здесь у нас открытый звук, а где, где palm-mute, и, что, опять же, не менее важно, это все время понимать, где какая струна для того, чтобы нормально все глушить, потому что не нужно пользоваться вот этим глушением, указательным пальцем, то есть все вполне можно глушить нормально правой рукой. Следующий косяк, может быть, он немножко странный, но, тем не менее, такое тоже имеет место быть, это наклон гитары по этой оси, то есть, допустим, если человек настроил гитару, а потом записал альбом лежа или в какой-то такой позе, то у него просто тоже струй весь уплывет, потому что флойд тяжелый, он тоже немножко качается от вибрации, и, соответственно, такая проблема тоже имеет место быть. Ну и пятый косяк, его можно даже не исполнять, это просто очевидная вещь, то, что невозможно на гитаре с включенным флойдом мгновенно перестроиться в дроп. То есть, часто говорят, типа, вот, купи тот детюнер, что не знаешь, что ли? Конечно, знаю, но детюнер работает таким образом, что вы, получается, машинку качать назад не сможете, а только вперед, поэтому это, опять же, ну, потеря, можно сказать, 50%. Плюс сюда же я отнес бы всякие вот эти вот недостраивания струны, то есть, когда, допустим, люди говорят, типа, смотри, у меня там тяжелая атака, как у Хэммита, и поэтому я струну недостраиваю, да, чтобы в итоге вот так вот вваливать, да, и оно попадало. Но возникает главный вопрос, а как же тогда сыграть квинты? Вот такие, вот они не строят. Получается, всю песню только так играть? То есть, не достраивать струну, чтобы она попадала вот эта вот открытая, а эти забыть, все? Как так может быть? То есть, это, естественно, нелепейшая чушь, просто нелепейшая. Все, в общем, всем спасибо большое за внимание, я думаю, что с этими косяками все более чем понятно, поэтому у вас гитара с флойдом, но вы им не пользуетесь, лучше его вообще просто залочить. На эту тему тоже есть видео отдельно на канале, поэтому, в общем, смотрите. Ну и, как обычно, здесь была только правда, благодаря гитаре, поэтому подписывайтесь, смотрите уроки, плейтру, умеетли и все остальное. Все, всем большое спасибо, мира, добра и пока!